Приветствую, уважаемые подписчики и гости канала Save Animals. Семейный отдых помогает укрепить отношения между родителями и детьми, позволяет передать навыки и хорошо провести время. Но если обычная охота заканчивается фотографиями с трофеем и обедом на природе, то нынешняя поездка стала для Райли Гордона и его отчима Криса Трамбича настоящей спасательной операцией. Приятного просмотра! Пока отец семейства выслеживал добычу, подросток наслаждался видами. Сломанная веточка или отпечаток копыта могли показать, куда стоит отправиться в поисках оленей. Каково же было их удивление, когда сын обнаружил в грязи всего одно слово – «Помогите». Будучи написанным относительно недавно, оно заставляло сердце тревожно биться. Это чья-то шутка? Или жертва очередного маньяка, как в голливудских фильмах, безуспешно пыталась вырваться на волю? Сначала Крис посчитал подобные послания способом связи охотников, но Райл вспомнил, что прежде видел команду спасателей у подножия горы и сделал с ним их жутковатого зова о помощи. Надпись обнаружилась в глубине леса, найти автора на огромной территории было практически невозможно. Крис и Райл поспешили известить власти о находке. Уже на следующий день команда специалистов планировала развернуть поиски. Искали они 19-летнюю Кэти Огл, ушедшую из дома в неизвестном направлении. Девушка даже не обулась и страдала задержкой развития. Ее когнитивные функции оценивались на уровне ребятишек 11 лет. По сути, в дикой природе оказался маленький беззащитный ребенок, неспособный полноценно ухаживать за собой, добывать воду и пищу. Команда срочно добралась до надписи «Хелп» и один из группы на всякий случай крикнул «Привет». Из-за холма донесся ответный крик. Испуганная Кэти оказалась цела и невредима. В тот день мистер Трамбич дважды спас великовозрастного ребенка. Мужчина держал семейный охотничий домик на случай, если случайным путникам понадобится место для отдыха. Девушка наткнулась на избушку и взяла оттуда спальный мешок, в котором ее и нашли. Благодаря этому подросток смог пережить непогоду и выйти из экстремальной ситуации с минимальными потерями для здоровья. Эта история – пример того, как малозначительные знаки могут перевернуть чью-то жизнь. Люди должны с большим вниманием относиться к окружающему миру, а не зацикливаться на себе. Стоит не заметить просьбы, его звания, или проигнорировать, как человеческая жизнь оборвется. Старайтесь быть более чуткими, воспитывайте в детях эмпатию. И тогда любая потенциально трагическая история легко превратится в новостной репортаж о чудесном спасении. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данного видео? Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где найдете еще много интересных видео. А если у вас или у ваших знакомых есть интересные истории, то присылайте их нам. Мы обязательно расскажем про них в следующем видео. Почта указана в описании. До новых встреч!